Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 12 октября 2024 года, суббота, местное время 20 часов 0,1 минута, Киевская и Московская, 21 час 0,1 минута. Ну а я после продолжительной трехчасовой консультации очередного пациента решил провести вечерком коротенький, где-то на полтора часа стрим. Естественно, если будут посетители, зрители, слушатели, участники. Хочу вам сказать, что позавчера, вчера, да и сегодня, значит, такая не сильная, значит, были очень жесткие геомагнитные возмущения. Скорость, например, вчера, скорость солнечного ветра доходила почти до 800, даже не знаю, там, километры, сейчас я посмотрю, километры или метры, сейчас посмотрю, чтобы не ошибиться, вот, километры в секунды, около 800, там, 700 с чем-то, к 800 доходило, вот. Ну а завтра уже, конечно, магнитной бури не будет, вот. Сегодня была коротенькая, небольшая, Г1, но была все-таки, вот так вот. Вот, ну вот так, пока я смотрю, нет участников, абсолютно нет участников, вот, абсолютно. Вот, ну будем ждать, будем ждать, будем ждать, будем ждать, посмотрим. Посмотрим, может быть, кто-то и появится, но уже прошло минут парочку, пока ни одного нет. Одновременные просмотры, ноль, отметки нравятся, ноль, число зрителей, прочерк, активность в чате, прочерк, прочерк, просмотры, ноль, средняя продолжительность просмотра, прочерк. Число зрителей, ноль, число зрителей, ноль. Ну вот, уже я посмотрел, смотрю, написали, одновременно и просмотры, четыре. Отметки нравятся уже, прямо с, еще и стрим не начался, по сути дела, активный стрим, стрим-то, конечно, идет. Вот, уже одна отметка нравится, молодцы, вот, априори, заранее, вот. Вот, одновременные просмотры, девять уже, одновременные, это я информирую вас, скажем так, вот, динамики. Число зрителей восемь, отметки нравятся уже три, интересно. Вот, сообщений в чате пока нет, уже есть. Чёрный корнер. Здравствуйте, доктор. Дмитрий Кулиничев, любимый блогер, да, да, Дмитрий Кулиничев. Отметки нравятся пять уже, зебра красивая поставила вот так, дала мне показания, так. Число зрителей девять, одновременные просмотры одиннадцать, отметки нравятся пять, но пока вот так вот. Средняя продолжительность просмотра две минуты две секунды, но и так, активности пока нет. Одновременные просмотры одиннадцать, число зрителей тринадцать уже, вот, видите, растет. Без предупреждения, понимаете, без предупреждения. Первая половина я должен заниматься домашними делами, а кроме того я сова, да, вот. Ну, а уже после, скажем, трёх или пятнадцати по местному времени или шестнадцать по московскому, я уже освобожаюсь, я уже сам поем, супругу поест, вот, уже всё там убрано, всё приготовлено и так далее, и так далее. Уже можно и работать. Так, Александр Булгакова. Добрый вечер, доктор. Ну, пока, в общем-то, все приветствуют я, поэтому не буду отвечать индивидуально. Всем добрый вечер, вот, но я жду вопросов, жду вопросов, пока вопросов нет. Одновременные просмотры четырнадцать, отметок уже нравится семь, с ума сойти, вот, ещё ничего и не говорил. Вот, ну, опять добрый вечер, да, да, добрый вечер, я уже сказал, число зрителей четырнадцать, а вопросов нет, вопросов нет. Ждём вопросы, ждём вопросы, ждём вопросы. Отметки нравится восемь уже, активность чатит два, но пока ещё не появилось, вот, два, там уже, значит, добрый вечер уже шесть человеку пожелали. Средняя продолжительность просмотра одна минута пятьдесят одна секунда, одновременные просмотры семнадцать, число зрителей четырнадцать, да, опять зебра. Рады вас видеть, ну, и я вас рад видеть, все, все. Надеюсь, что тут не будет того флууда, который вот на консультации. Кстати, сегодня Йом-Кипур, знаете, что это такое? Судный день, Бог решает судьбу каждого на следующий год, ну, это по еврейскому календарю, вот так. Так что надо замолить все грехи, надо покаяться, и, возможно, Господь Бог продлит на год счастливую жизнь, да, или здоровую жизнь. Так, Ник Ива. Постоянно болит грудной отдел позвоночника, возможно, это психогенного характера, или просто усиливается боль при хронической депрессии. Вы знаете, я вам вот что скажу. Сразу же болить все на психику или на психосоматику – это неправильно. Значит, в первую очередь я вам советую, если у вас такие боли, вот, исключить органику, соматику. И если она будет исключена, или, например, назначение, скажем так, аналгетиков, да, аналгетиков, вот, значит, противоболевых препаратов, не снимет ее, вот, тогда уже подозрения, тогда уже чаша весов больше будет склоняться в пользу психосоматики. Вот так я могу вам сказать. Ну, вот так, дальше, прекрасный мир, здравствуйте, объясните, пожалуйста, что такое, знаете, дисфория, двух словах, это такое морское, злобное, мрачное настроение, еще и раздражительность, агрессия. И вот, знаете, на лице вот такое мюмика, лучше не подходи, не трогай меня, вот это дисфория, понимаете, мрачное, раздражительное, агрессивное, недовольное, вот, настроение и такое же выражение лица. Так, зебра красивая, доктор, может от тритика быть плохо, пью 10 дней, попью себя, чувствую себя плохо. Вы знаете, зебра красивая, я думаю, что не от тритика вы себя чувствуете плохо, а от болезни, по поводу которого, которой вам назначили тритика, да и доза-то. Кстати, вы же не пишите о диагнозе, 50 миллиграмм, для чего, для сна, может быть, может быть и улучшится, а если вы хотите убрать депрессию или тревогу, то ни хрена, 50 миллиграмм абсолютно, это ничто, это ничто, понимаете, вот так вот. Поэтому я думаю, что навряд ли это от 50 миллиграмм плохо, потому что плохо быть не может, по крайней мере, сон должен быть лучше, по крайней мере, несколько тревога должна, по крайней мере, но плохо нет. Вот, то, что лучше не стало, это будет бы, вернее бы, вот, я пью 50 миллиграмм, а лучше не стало, так было бы правильней. Так, здравствуйте, в чем отличие между симптомами ГТР и соматофорного расстройства, они бесхожи, да, и при ГТР очень часто бывает психосоматика, ну а при соматофорном, или как сейчас это принято называть, соматическое стрессовое расстройство, вот, а оно, собственно говоря, соматофорное, значит, как отличить? Во-первых, всегда надо узнать, какова жизнь была, особенно в период становления характера детства, подростковый возраст до 18 лет. Если критиковали, если унижали, если говорили гадости, вот, на самооценку действовали негативно, это уже больше говорит в пользу, все-таки, соматофорного. В пользу ГТР это тревога, понимаете, вот, из мухи слона делает, вот так. Но основной дифференциальный диагноз между двумя этими заболеваниями, вот, если ко мне обращается, скажем, пациент с какой-то психосоматической симптоматикой, понимаете, вот. Значит, сразу же возникает, это может быть ГТР, это может быть и при депрессии, но все-таки депрессия, она более такая мощная, и там, скажем так, при депрессии, скажем, все-таки дифференцировать депрессию соматофорного гораздо проще, чем ГТР и соматофорное. Поэтому здесь окончательная жирная точка ставится по результатам лечения, потому что ГТР лечится чем одним из СИОС, причем при ГТР любой СИОС окажет лечебный эффект. И вот если мы видим, что после 6-8 недель терапии никакого эффекта или нулевой на копейку эффект, естественно, при наличии там геоста, при наличии подозрений, все-таки какой-то симптоматики на соматофорное расстройство, конечно, чаша весов склонится в пользу соматофорного расстройства. Более того, там может так стать, что по мере увеличения дозы СИОС будет хуже, отравление появится. Скажем так, СИОС индуцированный апатический синдром или даже серотониновый, значит, такой легкий серотониновый синдром. Почему? Потому что при соматофорном расстройстве там проблема не в серотонине, там проблема в психологии. Вот приблизительно, вот так проводится дифференциальный диагноз. Так, может ли быть депрессивное состояние из-за магнита? Да, реакция, депрессивная реакция, конечно, и все, что угодно может быть, все, что угодно. Но, опять отличительный признак, день, часы, часы до дня, а потом все исчезает, все восстанавливается. Это первое. Кроме того, нет никаких поводов, чтобы на лице была маска депрессии. Нет, все хорошо, все замечательно, все прекрасно. Конечно, но кратковременность, я опять повторяю, нет причин для депрессии и кратковременная продолжительность этой депрессивной реакции. Ну и, само собой разумею, вы знаете, как я, вот, скажем так, не вчера, позавчера, десятого, да, десятого, десятого. Я вдруг вечером чувствую, у меня вдруг ни с того, ни с сего с правой стороны боль. Боль. Думаю, откуда, что? И тут у меня мысль, а ну сейчас я посмотрю, а что там с магниты? А открывал и ужаснулся. Г4. Скорость 780 солнечного ветра километров в секунду. Все, все стало ясно, и действительно, где-то через, скажем так, там полчаса эта боль исчезла. Вот вам и все. Так. Черницкая Олеся. Паничные атаки, я буду по-русски читать, панические атаки. Принимаю вилоксин, пролонг, 150, плюс эстетлопрам, 5. Тревога за... Остается. Что делать? Давайте попробуйте. Во-первых, вы не пишите, как долго вы комбинацию принимаете. Значит, ну в любом случае, совет, доведите дозу эстетлопрама до 10 миллиграмм. Две недели побудьте. Потом на очередном стриме сообщите о делах. Так, здравствуйте. При выполнении медицинских инвазивных процедур испытываю тревожность с ощущением того, что не справлюсь. Ощущаю последние два года, но продолжаю практиковать меддеятельность. Что делать? То есть, вы врач? Два чекун. Это выники, сейчас я посмотрю, там вот лицо не вижу. Да, конечно, надо. Это вы, если вы врачи, делаете инвазивный, значит, и тревога, и тревога, и тревога. Вообще, тревога, конечно, и при проведении, так скажем, сложных операций нормальное явление. Это ответственность. Ответственность. Это же инвазивное исследование. Ответственность. Там всегда имеются какие-то проблемные пункты. По поводу, значит, имеются в виду какие-то осложнения, так сейчас тревога нормальная. Другое дело. Другое дело. Она не должна зашкаливать, но какой-то умеренный, небольшой уровень тревоги обязан быть. Потому что, если нет тревоги, так это что? Что из-за врач? Это же разгильдейство. Почему? Он уверен, самоуверен, что все будет хорошо. Поэтому я опять повторяю, что если она такая, не мешающая, вначале, а потом по ходу ее, скажем так, проведение этого исследования инвазивного тревога уменьшается, это нормальное явление. Ну, а если она зашкаливает, если вы еще и до начала этого проведения за сутки начинаете нервничать, и чем ближе к проведению этой процедуры вы уже прямо с ума сходите, больше ни о чем, это, конечно, тревожно-мнительный характер. Ну, скажем так, у меня перед консультацией тоже небольшая тревога имеется всегда. Понимаете? Но она не такая катастрофичная, понимаете? Тревога, как будет, и так далее, и так далее. Ну, начинаешь, входишь, скажем так, в раж, да, или говорят, что аппетит приходит во время еды. Значит, вот во время, значит, чем дальше продолжается консультация, тревога уходит, все вот и расслабляется. То есть все зависит от интенсивности и насколько эта тревога мешает работе или проведению, в вашем случае, этих инвазивных, скажем, исследований. Что делать? Если это мешает, значит, надо лечиться, значит, тревога. Но там и другая симптоматика. Там эта тревожность, она должна не только в связи с инвазивными, а вообще она распространяться должна, если это тревожное расстройство. Там комплекс должен быть жалоб. Вот. Михаил, доктор, подскажите, эстеталопрам как лучше принимать с утра или перед сном? Я вам скажу так, что по идее, по идее, эстеталопрам принимается в любое время суток. Его период полуведения 26 часов, поэтому не имеет значения, он сутки охватывает. И вне зависимости от приема пищи, до еды, во время еды, после еды, вот и все. Поэтому вы сами выбирайте, как вам удобнее. Если утром вы торопитесь и можете забыть, вот, то, конечно, лучше перевести прием на вечер. А так мы в любое время, но всегда в одно и то же, плюс-минус один час. Так. Зебра красивая. Утром, паксил 20 миллиграмм, 3 недели на ночь тритика 50 миллиграмм. И мне плохо, шатает, голова болит, вставать не хочется, тяжесть груди. Думаю о тритика, мне ставили корень. Не, ну это депрессия. Вы понимаете, вообще, с какой целью вам тритика этот, розодонно, значит? Ну вот с какой? Для сна? Снимите его, если у вас нормальный сон, снимите. Попробуйте. Поверьте мне. Поверьте мне. Сейчас это, скорее всего, похоже, что у вас депрессия. Я предполагаю, вот, значит, решить вопрос, как можете. Прекратите пару дней, там, 2, 3, 4 дня не принимайте. И вы увидите, что если все останется, как было, более того, станет даже еще и хуже, сон хуже и тревога немножко, значит, это не от тритика, а от болезни. И это сигнал к тому, что 50 миллиграмм тритика мало. Может быть, надо 75, может быть, 100. Вот и все. Вот так вот. А если вы, скажем, отмените трозодон, да, и вам станет лучше, тогда, конечно, виноват трозодон. Вот так. Все очень просто решается. Никаких сложностей нет. Может ли быть эпилепсия от нервов? Если на МРТ, ИКТ, ЭГЭ все нормально. Не, подождите. Значит, если у вас эпилепсия, то на ЭЭГ, на ЭЭГ, потому что на МРТ и компьютерной томографии, может быть, все, но на ЭЭГ обязательно будет выявлена эпилептиформная или судорожная активность, или снижение порога судорожной готовности. Вот так. А если и на ЭЭГ все нормально, навряд ли это эпилепсия. Ну и кроме того, надо смотреть еще на характер приступа. Что это за приступ? Там и обморок. Может быть, это обморок. Понимаете? То трудно сказать. Но я опять повторяю, что если это действительно имеются судорожные, настоящие большие припадки, то ЭЭГ обязательно должна показать наличие судорожной готовности, это вот активности, судорожной готовности, или как минимум снижение порога судорожной, скажем так, порога судорожной готовности. Вот и все. Причем, что еще интересно, что если вы будете делать ЭЭГ, принимая антиэпилептики, так там ничего не покажет. Понимаете? Для того, чтобы выявить эту судорожную готовность на ЭЭГ, надо ЭЭГ делать не на фоне приема антиконвульсантов. Понимаете? Это тоже надо. Если вы принимаете уже какой-то один из противосудорожных препаратов и пошли, сделали ЭЭГ, там может не быть ничего. Но это почему не будет? Потому что вы принимаете препараты. А ЭЭГ должно быть нативное. Не на фоне приема противосудорожных препаратов. Вот так. Так, Валентин Откачук. Шановый, значит, уважаемый доктор, мой брат начал сильно заикаться в 14 лет. Сейчас сильно пьет. Ему 60 лет. Возможно ли ему помочь? От чего? От заикания? От заикания он давно уже должен был искать помощь, если ему сейчас 60 лет. А вот то, что он сильно пьет, не знаю, это, значит, если он только в 60 лет начал пить. Почему он начал? Надо выяснить, почему он начал пить. Понимаете? Вообще, вот тот, кто пьет, там должна быть мотивация человека бросить пить. Понимаете? Если мотивации нет, то никак ему помочь нельзя. Ну, здесь спросить, почему ты начал пить? У тебя что, плохое настроение? У тебя, понимаете, если он заикался всю жизнь и не пил, а в 60 лет начал пить от заикания, это нонсенс. Это нонсенс. Понимаете? Он в молодом возрасте больше страдает, а в 60 он уже, по идее, привык. И окружающие привыкли, что он заикает. Значит, какая-то причина есть, для чего он начал пить. Понимаете? Почему он начал пить? У него какая-то причина есть. Какая причина? Может быть, он, скажем так, влюбился в кого-то, может быть, у него проблемы, вот, может быть, у него какие-то страхи, может быть, у него неприятности в семье. Может быть, жена подает на развод, и он решил, понимаете, надо выяснить. То есть, поговорите. Вот, первый мой совет, поговорите с ним по душам. Вот. Почему он начал пить? Он вам скажет. Ну, такое, потребовать от него, как на духу, ничего не скрывать. Правду и одну только правду. Как в суде. Так. Прекрасный мир. Док Кепру. Как поднимать датировку? Ну, на 125 миллиграмм. Там, 2-3 дня. Каждые 2-3 дня. Алалас Алаласович, здравствуйте, Джордж. Диагноз – рекуррентная депрессия. Ф-33. Принимаю велоксин 75 капсулы раз в сутки. Иногда появляются страхи и обсессии, что могу ударить. Развейникова. Покидаю место и страдаю, и стараюсь отвлекаться. Ну, это типично, понимаете, в рамках F-33 депрессии могут быть и обсессии. Но они не настолько сильные, понимаете. Иногда. Вы же сами пишите. Иногда. Иногда. Может быть, для того, чтобы убрать эти обсессии, все-таки они не должны. Значит, все-таки депрессия цветет. Попробуйте временно добавить немножко эсцеталоправа. Эсцеталопрама. Или, давайте так. Значит, два препарата, конечно, не очень хотелось бы, наверное, вам принимать. Значит, попробуйте 150. 150, скажем, велофоксина, да, ритар. Попробуйте. Если станет лучше, так и остановите. Почему? В 150 все-таки велофоксина оказывает преимущественно серотонергический эффект. Или к 75 добавить 5 миллиграмм эсцеталопрама. 5 или 10 миллиграмм. И посмотреть, на какой, значит, на каком варианте. 150 миллиграмм монотерапии велофоксина или на 75, 5 или 10 миллиграмм эсцеталопрама будет лучше. То есть, вот эти навязчивые, эти компульсии, да, обсессивные компульсии исчезнут. А, конечно, если возникают такие мысли, так и, естественно, человек убегает от этой, скажем, ситуации, где эти родственники и стараются переключить внимание. Значит, при сильных обсессиях, при обсессивном, это не помогает. А если это как один из проявлений или симптомов в рамках депрессии, вот, то может помочь. И, естественно, тем более, если они возникают эпизодически и иногда. Так. О чем это может говорить? Да не о чем. Это я уже вам сказал. Это синдромы депрессии. Именно. Именно. Именно вот тяжелой депрессии. Тяжелой. И в 33, как вы пишете, Возможно, что это можно даже и оценить, и оценить, как психотическая депрессия. Там же есть. Ф-33, 2, 1, 2 и 3, по-моему, есть. Или 2, я уже не помню. Там синдромная психотическая расстройство. Может быть, может быть. Это депрессия. То есть, в рамках Ф-33, вот, такая симптоматика может быть. Так. Опять. Так. Каждый день думаю, что все кончено. Нет, что все конечено. Нет, что все кончено или конечно. А, конечно. Ну, все кончено. Иногда забываюсь. Но в голове держится постоянно, что время беспощадно все испепеляет. Ну, это правда. Смотрите, как время бежит. Ну, это, конечно, болезнь. Конечно, это болезнь. Это страх. Это депрессия. Это безнадежность. Это фиксация. Понимаете? Здоровый человек на этом не фиксируется. Это неприятная вещь. Она может возникнуть. Он его тут же, понимаете, старается не думать. Ну, вот, знаете, представьте себе. Здоровый человек представляет этот космос. Да? Вот эту бесконечность. И представляет, что он где-то там. Понимаете? Страшный, неприятный. Ну, сразу же мы и не думаем об этом. А больной человек будет все это видеть. И представляет. И также о том, что он будет думать о том, что, значит, придет время, надо умирать. Здоровый человек выбрасывает эту, устраняет. Она неприятная. Или вообще она у него не возникает. Это заболевание в рамках, скорее всего, депрессии. Там, тревожной или обычной. Это плохо. Это тяжело. И сны такие должны быть. Так. Пожалуйста. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста. Я часто принимаю нестероидные противовоспалительные средства. Больная спина. Начитала. Так не все от этого. В общем-то, в основном СИОС. Да и СИОС и Н не стоит принимать. Почему? Потому что особенно СИОС, они сами способствуют появлению кровотечений. И нестероидные противовоспалительные препараты, да, обезболивающие, они сами в монотерапии могут вызвать и вызывают часто желудочные кровотечения. А в комбинации, естественно, суммируется этот эффект и риск возрастает. Поэтому принимать очень редко. Очень редко. А лучше нет. А лучше не принимать. Лучше парацетамол. Ну и парацетамолом не злоупотребляйте. Понимаете? Потому что парацетамол, вот некоторые, значит, там, или суицидальные пациенты, или борделяйны пытаются, значит, там, имитировать, да, суицид с помощью парацетамола. Вы знаете, делают страшную ошибку. Ну, тот, кто хочет умереть, и умирает, все. А вот тот, кто и не хочет умереть, печень, он губит печень. Там возникает печеночная недостаточность. Парацетамолом тоже надо быть очень и очень, скажем так, осторожным. Более того, я прочел и сам обалдел. Я слышал об этом. Значит, вот недавно, буквально вчера или позавчера, сообщение в серьезных источниках, значит, витамины, поливитамины, высокодозированные, которые любят наши пациенты, и которые без всякого повода, без всякого дефицита того или иного витамина, принимают летом, зимой. Значит, я еще могу понять весной, когда уже все, этого нет. Так вот, вы знаете, удивительно. Витамина, бета-каротин, витамин В6, витамин В12 и даже витамин С способствуют, если длительно применять при, значит, наличии, наличии не дефицита, вот отсутствует дефицит этих витаминов. Значит, рак легкий. Я обалдел. Вот так вот. Так что осторожно с витаминами. Осторожно. Значит, витамины так, если есть дефицит какого-то витамина, или, скажем так, вот человек плохо питается. Плохо питается, однообразно, там что-то принимает, там какую-то одну пищу, или вообще мало кушает, подголодывает, экономит, да, и так далее, и так далее. Так вот, может быть, там, или вот пожилые люди очень часто, плохой аппетит, кушают мало, зубы плохие, вот, и количество, вот. Вот, а может быть, и надо это, но определить надо, определить основные витамины. И если там дефицит ниже нормы в сыворотке крови, тогда можно, конечно, курсом добавить. Ну, скажем так, вот я веган, да, вегана, значит, я не ем мясной пищи. Естественно, у меня витамин В12 будет в дефиците. Значит, я должен, там, тысяча микрограмм ежемесячно колоть, то же самое и фолиевая кислота. А вот я больно диабетом. Я два раза в году колю В1, В6, чтобы не было полиневропатии. Кроме того, витамин С принимаю регулярно с супругой. Значит, есть такая пролонгированная, 200 миллиграмм. Вот, это пиво. Но, когда я это прослушал, понимаете, я вам честно скажу. Я вам честно. Причем, что интересно, витамин С дамам вызывает, значит, у дам чаще вызывает рак легких. А вот витамин В6, В12 у мужчин. Понимаете, почему такое отличие и так далее, и так далее. Вот так вот. Так что, имейте в виду это. Ну, а я как-то, понимаете, с большим таким, даже возмущением, думаю, даже у меня появилось, ну, вот чего такую хреновину, скажем, публиковать. Правда, это для врачей. Вот простой человек прочтет и все неправильно интерпретирует. Так. Вот то же самое, видите, куда мы ушли. Начали нестероидные и СИОС, СИОЗН. Нет, нежелательно. Почему? Потому что риск кровотечения желудочно-кишечного и еще там где угодно. Ну, очень часто вот на эстетолопраме я сталкиваюсь, что вот дамы говорят, что у них появляются эти синяки, кровопотеки. Вот это же оно и есть. Но это не так страшно. А и представьте себе, если в желудке и крупный сосуд, или в головном мозгу. Поэтому лучше не принимайте. Или очень и очень кратковременно, под наблюдением, смотрите, как и что. Но это действительно так. Так. Уважаемый доктор, может ли аутизм Аспергера совмещаться с биполяркой или бордерляйном? Вы знаете, там же, наверное, понимаете, вот не могу вам стопроцентно ответить. Вот не могу. Почему? Потому что это все-таки разно. Что такое Аспергер? Это шизоидная психопатия. Это действительно. Он принадлежит, прилежит. Можно шизоида назвать, значит, сказать, что он страдает расстройством аутистического спектра. А биполярное – это совершенно другое заболевание. Совершенно? Хотя. 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 Вы понимаете, насколько сложна эта психиатрия? И вообще все эти современные исследования. Вот. Ну, вот с витамина. Вы понимаете? Ну, что такое витамины, да? Или там витамин Д, да? Вот некоторые пьют в огромных количествах. А там же и камни в почках могут быть. То есть там, скажем так, вот последнюю работу я читал, не больше двух тысяч интернациональных единиц в сутки. Значит, это безопасно. Вот мы с женой пьем по 1500. Три капли. Хорошая есть такая форма витамина Д, токоферола. Вот. Называется Вигант Эль. Эль. Мясо. Это вот масло. Ну, вот я подумал, не будем даже, даже прочитав о том, что 2000 – это четыре капли. Вот. Значит, безопасные. А мы как-то, сам вот я, значит, пришел, и каждое утречко три капельки на кусок хлеба или на кусочек сахара эту штучку. Вот. Три капли. Думаю, так и будет. Полтора. Значит, 1500. Вот. Ну, ежедневно три капли. Даже эти четыре не хочу, которые горят. Думаю, этого тоже будет достаточно. Понимаете, вообще, все должно быть в меру. В меру. Умеренность. Умеренность. У немцев есть очень хорошая такая поговорка. Скажем так. Мессик. Аба регель мессик. Мессик – это умеренно, но регулярно. Умеренно, но регулярно. Поэтому, конечно, не надо злоупотреблять. Особенно меня поражает, и я обычно пишу вот нашим пациентам, и часто почему-то они делают большой, понимаете, большой упор на вот этих поливитаминов. Особенно осенью, когда полно овощей, фруктов летом. Так я обычно пишу, если вы нормально питаетесь, полноценно, вот, зачем вам принимать эти высокодозированные витамины, молодой возраст, и питаетесь достаточно, и полноценное питание. Вот в мясе, например, в мясной, там все. В мясной пище там все. В мясе. Абсолютно все элементы, все витамины, все. То, кто кушает мясо, все. Он все получает. И микроэлементы, и витамины. Вот. Вегана, да. Вегана-то надо фолиевую кислоту, надо витамин В12. Вот. Там железо надо, кстати. Потому что тоже. И там может быть железодефицитная анемия. Ну, вообще, все надо, значит, скажем так, потреблять в меру. Ну, а по поводу, значит, асперга и биполяры. Да, вот я же не ответил. Значит, я прочел. Это уже лет, может быть, около десяти. Две статьи. Одна из Лос-Анджелеса. Психогенетики. Одна параллельная, уже позже, независимая работа из Бонна, Германия. Тоже психогенетиков. Которые вот о чем сообщают. Что? Следующие заболевания. Шизофрения. Аутизм. СДВГ. Биполярное расстройство, как минимум. Как минимум. Ну, и депрессия тяжелая, пять, хватит. Вот, вызывает один и тот же ген. Видите? Поэтому вы что упомянули? Упомянули о биполярном и о аутизме. Поэтому, в принципе, в принципе, может быть, но я не знаю. Я стараюсь все-таки, значит, если аутизм, ну, так это аутизм. А нет, еще и биполярное. Вот, ну, Борделянин, это тоже самое биполярное. Понимаете? Я не знаю. Вот у разных членов семьи, одной и той же семьи, да. У одного может быть аутизм, у второго бар. У третьего шизофрения. Кстати, и шизофрения, я не помню, упомянул или нет. Вот. У четвертого СДВГ. Вот, и такое я встречал. Семья такая большая, там, бабушка, дед, бабушка больная шизофренией. Один внук страдает аутизмом. Вот, там, дочка или сын, я уже не помню, там, скажем, биполярным, а еще один внук или внучка, там, страдает СДВГ. Вот такое вот. Но все-таки это, скажем так, в отдельности, моно. Поэтому не знаю, может ли все, значит, два этих заболевания быть одновременно. Не знаю. Не буду. Значит, вам лгать, поскольку не знаю. Черницкая Леся. Простите, я верю. А, я, наверное, скажем, поняла. Оставить венлофоксин 150. Нет, вы неверно поняли. Первый вариант. Попробовать 150 венлофоксина в монотерапии посмотреть. Это ж проще. Вы, там, 75 или я уже не помню, кто-то там мне писал. Значит. А, не-не-не, вспомнил. Да, да. Значит, вы ж пьете 150 и 5. Да, добавите. Увеличить дозу эстеталопрама на 5 этих вот, до 10. 150 венлофоксина, 10 эстеталопрама. Вот. Я думаю, что должно помочь. Нет, сообщите в следующий раз. Если во время конфликта или во время собрания на работе идет сильный выброс адреналина, дрожь и ступор, это поэлит. А что такое ПА? Чем отличается паническая атака от тревоги? Паническая атака – это пик. Это пик. Это концентрация тревоги. Это одно и то же. Это одно и то же. Просто. Тревога, она вызывается все-таки не таким сильным раздражением. А паника – это вообще, это огромное количество стрессовых гормонов должно выбросить. Идти и выброситься – это болезнь. Спонтанная. То есть, все хорошо, человек идет, настроение прекрасное. Вдруг бум. В голове вот так. Вот. Сердце начинает стучать. Дикий страх. Давление повышается, дрожь, скажем так, дереализация, деперсонализация. Я погибаю, я умираю. Это спонтанно. Из-за какого-то душевного расстройства выбрасывается большое количество катехоламина. А бывает же ситуация. Ну, скажем так, вот террорист. Где-то террорист начинает стрелять. Вот там же паника наступает. Там то же самое. Там то же самое, но там причина есть. Там страх за свою жизнь. А здесь, скажем, гром среди ясного неба при паническом атаке. На самом деле это одно и то же. Это одно и то же. Просто. Просто. Если это немножко покрепче, да, ваша психика, вот, она такая более мощная, так, и вдобавок еще и, скажем так, и раздражитель не такой сильный, так будет просто тревога. Немножко подражите и так далее, вот, и так далее. А если это будет угрожать вашему благополучию? Ну, такой настоящий, понимаете, скажет, мы тебя увольняем, а у вас ипотека. Так там и паника может быть. Понимаете? То есть все зависит от количества выбрасываемых этих катехоламинов. То ли спонтанно эндогена, то ли экзогена. Экзогена от силы раздражителя, а при эндогенном тревоге от количества выбрасываемых катехоламинов. Вот и все. Вот так вот. Я надеюсь, что вы поняли. Так. Я так тоже думаю. Буду терлежен принимать на ночь по полтабли. Нет, вы испытайте вначале, испытайте, попробуйте. И потом тогда скажете. Потому что думать можно что угодно. Надо доказать, а не просто думать. Так. Здравствуйте. Имеет смысл подключить иглонил 50 мг к эсеталопраму при соматофорном расстройстве? Временно еще принимаю на зепам, днем и на... Я вам так скажу, смысл есть большой, потому что при соматофорном расстройстве иглонил хорошо помогает. Но этот препарат, этот антипсихолог, нигде уже больше в цивилизованном мире не используется. По одной простой причине. Он вызывает гиперпролактинемию. Хороший антипсих. Великолепный. Великолепный. И при соматофорном расстройстве, если бы он не обладал вот этим, скажем так, свойством увеличивать содержание пролактина. Я уже не говорил про вес, я уже не говорил про аменорею или про лакторею, или гинекомастию. Я уже об этом не говорю. Это все пролактиновые дела. Да, ему бы цены не было. Но вот эта вот маленькая дрянь, да, пролактин. Вот он все из прекраснейшего антипсихотика сделал. Ну, попробуйте временно, временно. Но вы понимаете, ведь его же долго нельзя принимать. 50 миллиграмм, может быть, он вам пролактин повысит там через месяц. А если дать вам 400 миллиграмм, так он буквально через неделю прекратится месячный, начнет грудь увеличиваться, сочится оттуда и так далее, и так далее. Потом пойдете проверить, а там зашкаливает. К сожалению, вот так. А при соматофорном, конечно, смысл есть. Потому что он помогает. Это единственный препарат, который великолепно помогает. Но, но и двое, и многоточие. Так. Сильно ли отравляет печень организм целым длительный прием ципролекса? 15 и 100 миллиграмм ламектала. Периодически потау. Слышал, что я от боли в грудном отделе тошни. Все, наверное, нет патологии. Вы понимаете? Вы понимаете, в чем вся проблема? Вот опять путают. Вот я уже отвечал сегодня на такой вопрос. От трозодона или от болезни? Плохо. То же самое и тут. Поташнивает. Я сейчас говорю о поташнивании. Может поташнивать от депрессии? Если вам назначили ламектал, так, и ципролек, значит, предполагают, что там биполярное или монополярное. Значит, что у вас депрессия, от нее может. А что касается? Что касается? Надо контролировать. Надо контролировать вот эти энзимы. Или не энзимы, а эти вот трансаминазы печеночные. Ну, скажем так, как минимум один раз в год при длительном приеме. Максимум один раз в полгода. Вот и все. Профилактически можно курсами при длительном приеме этих препаратов, скажем так, принимать. Это маринандинс. Ну, скажем так, это как они называют, легалон, да, или корсил. Или еще что-то там, эссенциали. И так далее, и так далее. Проверять, контролировать надо. Эстолопам сильно не грешит в этом. И если вы принимаете это, конечно, несколько месяцев, навряд ли. Другое дело, что если у вас уже печень, там, гепатит перенесли когда-то, или жировая печень, другое дело. Значит, контролировать. Контролировать. И если вы видите, что действительно, значит, до лечения надо было проконтролировать. Ну, и через полгода, как минимум, проверить. И если показатели вот эти трансформиназ будут в норме, вот, и не изменятся, так не надо ничего и принимать. Ну, вот так. А тошнота может быть от такого неврогенного, психогенного характера при любом душевном расстройстве. Так, Фенг Полина. Да, здравствуйте. У моей сестры порой наблюдается очень нервное, так сказать, поведение. Например, когда кот не хотел лезть в переноску, она стала с яркими психами, и его туда сильно заталкивают. Ну, может быть, она такая эмоциональная. Ну, конечно, сестра, она же, вы же молодая, да и сестра, наверное, молодая. Не знаю, надо смотреть. Понимаете, это моносимптом. Говорить о каком-то диагнозе на основании моносимптома, когда, понимаете, она запихивает. Ну, это же нормальная реакция, спокойный флегматик, он и не проявит, и не будет, он будет уговаривать. А холерик, он, конечно, сопротивление видит, кого-то надо спрятать, а он сопротивляет, так он будет его пихать туда. Понимаете, это еще не патология. Все надо соразминать, скажем так, с темпераментом. Холерический, меланхолический, сангвинический или флегматический. Вот так и все. Поэтому не могу вам сказать. Здравствуйте, доктор. Скажите, а вот если сестра по малейшему поводу всегда, ну, скажем так, нормально или ненормально. Ну, вот сегодня супруга случайно разлила стакан кофе сладкого. А у меня время. Мне нужно, вот у меня осталось там несколько десятков минут до начала консультации. Я вижу, что супруга не так убирает. Значит, я помогаю, я начинаю ругаться. Потом я говорю, лапочка, я же не тебя ругаю. Я не тебя ругаю, я расслабляюсь. У меня времени, я и так напряжен. А я еще, мне надо кушать, еще я сварил, оно горячее. И так далее, и так далее. Я теперь должен еще отвлекаться и там мыть, потому что это сладкое. Значит, надо, во-первых, убрать, а потом надо влажной тряпкой, значит, эту сладость снять. И так далее, и время, время, время уходит. Ну, значит, я считаю, что это нормальная реакция, если человек, скажем так, торопится и так далее. Я так и предупредил, лапа. Не обижайся, это я не тебя, хоть я ругался. Ну, как, не матюками, не матерными, а это. Вот, понимаете, это я расслабляюсь. На тебя ничего лишнего, не на тебя. Вот так вот. Понимаете, всегда надо, всегда надо анализировать, какая ситуация, как часто, адекватная реакция, неадекватная ситуация, адекватная или неадекватная ситуация и раздражитель. Так, здравствуйте, доктор. Скажите, эротомания и сексоголизм у мужчины 40 лет излечимы? А зачем лечить? Значит, эротомаж, он, значит, эротомания. Это называется сатириаз. У женщины нимфомания. Зачем лечить? Раньше я это болезнь не считал. А сейчас это конституция. Понимаете, есть мужчины, которые один раз в месяц. Есть мужчины, которые один раз, скажем так, в неделю. А есть мужчины, которые каждый день три раза, четыре ходят. Так чего его лечить? Конечно, можно. Дайте ему сиоз, да? Вот. Сиоз. И все, и у него либидо будет подавлено. Не, ну я смеюсь, конечно, здоровому. Понимаете? Лечить не надо. Ну, конечно, это плохо. Если вы не хотите, скажем так, или хотите там раз в неделю, или раз в две недели, а он хочет по нескольку раз в день. Конечно, не совпадение. Конечно, это не совпадение. Это уже проблема. У других, наоборот, нам проблема, что тот месяц, один раз в месяц хочет, а ей хочется, скажем так, ну, три раза в неделю. Это тоже проблема. Ну, как это лечить? Так еще неизвестно, кого надо лечить. Вот чем вся проблема. Может быть, ваш, что у вас холодность, фрегитность. Может быть, вам надо немножко оживить, чтобы вам хотелось, значит, почаще. Понимаете? Тут вот так. То есть, я не говорю, что у вас эта проблема. Вот. И так далее. Понимаете? Все надо, все надо опять, опять конкретно, значит, в конкретной ситуации рассматривать. А лечить ни в коем случае. Это происходит со способным хирургом. Рушится карьера. Что значит рушится карьера? Как его карьера может разрушиться, если он ходит по... Ну, извините, я говорю, по бабам. В немецком тоже есть вот баба. Вайбы, вайбы. Я помню, когда только приехал в Германию и проходил практику одного доктора. Я с ним долго сотрю. Я помню, меня я хохотал. Значит, мы приехали, у него жена была. Симпатичная такая женщина. Ну, у него свой Пежо был, а у него старая, скажем, этот Мерседес такой старый. Ну, хороший, крупный такой. Вот. И так далее. И вот он, помню, приехал, он конфликтовался. Видит, а ее нет. Он говорит, у, щиреклихи вайбы. Значит, переводи на ру ужасная баба. Ну, что она что-то уехала. Вот. Понимаете, а при чем здесь будет рушиться карьера? Отчего будет рушиться карьера? Одно другого не касается. Если он хирург, способный, так пусть и работает. А это он же не... Или что, он начинает больным, да, приставать? Тогда, конечно. Тогда не только карьера. И в тюрьму может сесть. Понимаете, это разные вещи. Это работа, хирург. А секс, или, как вы говорите, это сатириаз, это уже в свободное от работы время. Не знаю. Вы, наверное, не все понимаете. Вы мне бы более подробно тогда бы я понял, почему карьера рушится. Хорошо. Ну, не ну, понимаете. Ну, вот как вот это можно сравнить с тем. Вот недавно у меня есть одна пациентка, вот, страдает бар. И вот я ей назначил, значит, ломатрежин, ломатрежин хорошо, и 400, там, 300 не помогало. Нет, 200 не помогало, а 300 к витиопе. Она говорит, жор наступает. Жор. Я говорю, ну, давайте идея. Она понимает, она работает в фитнес-студии. Понимаете, я ничего не могу сделать. Как в прорву проваливается. Ну, вот как можно лечить это, если жрать хочется? А как можно лечить, если это финсин? Если хочется, значит, несколько раз в сутки, вот, скажем, если это, конечно, если это, конечно, не органика. Если там органит, а на курологу. Если органическая патология бывает, там, притабисидарзалис и так далее, и так далее, там бывает. Это другое дело, там надо лечить. А если это его конституция такая, сильная, ну, как же ее можно лечить? Ну, как можно заставить? Понимаете, вот так, сложный вопрос. И, конечно, надо разбираться по ходу дела, там, в деталях. Так. Сейчас, опять куда-то. Так, нашел. А если у меня нет депрессии, а только тревога, все время спешу и делаю все очень... Можно ли мне попить квитиопин без антидепрессии? Так лучше, наверное, антидепрессант попить от тревоги, а не квитиопин. Кушать начнете, да? Поправляться начнете. Спать будете. Вы лучше, конечно, СИОС. Немножко... А или вообще? Или вообще может быть что-то симптоматическое, какой-то анксиолитик, не без антидепрессионного ряда. Но все зависит от того, вот, от диагноза, понимаете? От диагноза и насколько вот эта спешка и, значит, вот эта тревога, что вы называете, насколько она мешает и отравляет вам жизнь. Так, у меня тронико-клонические судороги по всему телу. С потери... Это похоже на эпилепсию. Три раза было от сильных нервов. Переживал сильно. Поставили височную эпилепсию. Причем от страха бывает дежавю и запах. Вы знаете, я вообще не занимаюсь эпилептологией, но... Вот там один вопрос. Понимаете, почему ставят височную? У меня было несколько таких случаев. Что якобы при височной эпилепсии на ЭЭГ ничего нет. Не знаю, насколько это правда. Не знаю. Вот у меня создалось впечатление, когда ставят височную эпилепсию, ставят тогда, когда есть какие-то тонико-клонические судороги, там, с потерей сознания или без потери, там, с прикусами, с пеной, с недержанием мочи и так далее, и так далее, приступов. Значит, естественно, ЭЭГ это ключевое исследование. Даже не так МРТ. МРТ это уже, скажем, такой дополнительный, нет ли там очага, опухоли или очага, рубца. Ну вот, но саму, значит, характер приступа, вот, как раз показывает ЭЭГ. И вот я, значит, так я вот уже сталкивался, но это эпилептологи, я вот как-то даже не знаю. Вот височной, именно при височной. И вы же писали, что у вас на ЭЭГ ничего нет. Не знаю, спросите. Спросите, там тоже надо, понимаете, тоже надо смотреть. Вот у меня была одна пациентка консультировала, значит, после стрессов у нее, я и с мамой поговорил, значит, эти состояния судороги короткие. И вот сознание это как будто бы полностью и не теряет. Я поставил, в общем-то, истероэпилепсию. Старый, старых авторов. Базируется на то, что на ЭЭГ ничего, причем ЭЭГ делали во время приступа, вот, или даже не во время, а вскоре после приступа, вот, и начну, и часто делали, и ни одного исследования электроэнцефалограммы не показало это. Но почему-то эпилептологи выставляют, скажем так, височную эпилепсию. И вот надо уточнить, объяснить, значит, вы пойдите к доктору, который выставил вам эту диагноз, и спросите, скажите, что при височной эпилепсии может и не быть, значит, на ЭЭГ, вот этих специфических изменений. Вот почему вы ставите височную? Потому что я не хочу вас, но вообще, конечно, это все похоже, дежавю, потом это вот аура, запах, аура. Ну, может быть, но, вы понимаете, такой вопрос серьезный, он не решается, он не решается, вот, на основании вопросов, стриме и ответов. Надо смотреть, надо все обстоятельства, все симптомы, наблюдать это, посмотреть хотя бы раз этот приступ, вот, взять, посмотреть всю параклиническую картину. Поэтому я не могу вам сказать, да или нет. И да, и нет. Почему да? Потому что вот то, что я сказал, что ставят иногда височную, я уже сталкивался со своими больными, а эпилептологи ставят височную эпилепсию при отсутствии ЭЭГ. А почему нет, я говорю, почему нет, потому что все уж таки при судорожной форме большой, значит, так, петит грант, есть петит маль, а есть петит грант, большой судорожный препод, там должна быть, там должны быть специфические изменения на ЭЭГ, Поэтому я вот так уклончиво, и да, и не, у немцев я, не подождите, яйн, 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 яйн это да, а найн это нет. Так они объединили в одном слове, немцы любят, вот, точно, яйн, и да, и нет, в одном слове и да, и нет, вот такие я отвечу, и да, и нет, то есть это надо решать на месте. Так, я думаю, что это у меня псевдоэпилепсия, что такое псевдо, раньше называли, это истерическая, истероэпилепсия, вот, это может быть, ну, понимаете, это надо беседовать с вами. Давайте приходите на инкогнито, посмотрим, обсудимся. А так же от алкоголя было, когда пил. Ну, тогда от алкоголя это уже похоже на настоящую эпилепсию, понимаете? Потому что алкоголь успокаивает, вообще-то. А вот алкоголь, на фоне алкоголя очень часто бывает эпилептический приступ. В общем, это надо к этому, к эпилептологу серьезному, вот, и чтобы он все-таки не просто так поверхностно, да, а, да, вот, на, у тебя эпилепсия. А чтобы все-таки он проанализировал, чтобы это был и психиатр, эпилептолог, психиатр, вот, и так далее. К сожалению, к сожалению, я не могу вам дать конкретного, конкретного ответа. Так, психолог Ольга Уткина, добрый вечер, да, добрый вечер. Доктор, помогите, пожалуйста, проведите со мной диагностику. Я страдаю всю жизнь, что я не такой, как все, а люди, в том числе и психиатры, и психологи, не хотят увидеть мои проблемы. Вы задаете совершенно. Вы не такой. За мной гираю, страдаю всю жизнь, что я не такой, как все. Черт ее знает, чтобы там аутизма не было. Ну, не знаю, не знаю, понимаете, это только так. Вот, то, что мы написали. Так, сейчас, может быть, дальше. Так, значит, Полина Фен, продолжение. Это было неприятное зрелище. В магазине завис терминал, и она стала очень резко двигаться, агрессивно кривляться. Скажите, что это за состояние? И как можно помочь? Вы знаете, я вам скажу самое простое. Нормативник дать. Если частая вот эта агрессивность, и... А что такое завис терминал? Какой это? Что такое терминал? Я не понимаю. Сейчас. Что это такое? И почему это вы? Значит, если она раздражительная, если она агрессивная, и так далее, дайте ей трилептал или карбамазепин, вот этих два препарата. Ну, лучше трилептал, он мягче. Попробуйте, посмотрите. Подберите дозу и посмотрите. Если вы увидите, что сестра станет более спокойна, пореже возникать эти приступы. Агрессивные, да? Ну, вот раздражительные. Ну, так все это симптоматическое. Вообще, надо, конечно, смотреть. Если у вас аутизм, может быть, у нее что-то там есть. Понимаете? Кстати, кстати. Я вот замечаю, что больные, страдающие расстройством аутистического спектра, она, когда не по ним, они очень становятся агрессивными. Черт его знает. Не знаю, это не диагноз. Я не могу просто. Я просто говорю вам, что вы страдаете, я знаю, аутизмом. Это сестра родная, все-таки генетическое, геном один и тот же у вас. Ну, и вспомним, что вы понимаете, почему вот у больного аутизмом вот появляется раздражение? Потому что он не приемлет, понимаете? Его раздражают люди. Почему? Он их не понимает. И ему кажется, что эти люди враждебны по отношению к нему. Они не враждебны. Они просто смотрят на него, как на инополонитянина, на аутиста. А аутисты их не понимают. Так вот у аутиста возникает раздражение на людей. Он думает, что вот такие мерзавцы, вот они все это специально и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В последнее время я все чаще и чаще этот симптом все-таки беру и использую в диагностике аутизма. Может быть, гипердиагностика получается, но в целом, в целом, в целом, это важно, понимаете? Это неадекватность. Это неадекватность. Неадекватность. Потому что есть неадекватность, она просто заключается в интенсивности, но не в ситуации. А есть неадекватность именно ситуационная, в ситуации, в которой эта реакция возникает неадекватно из-за... Вернее, возникает неадекватно ситуации. Вот так. Ну, в общем, короче говоря, надо разбираться с вашей сестрой, понимаете? Это все вот такие, понимаете? Здесь вот некоторые участники хотят провести диагностику на основании одного-двух симптомов. Это невозможно, это не годится. Это не годится. Вы здесь не получите, понимаете? На основании одного какого-то моносимптома диагноз. Это вообще не серьезно. На основании моносимптома строить диагноз. Надо разбираться. Ну, это, конечно, это может быть и нормальная реакция в рамках темперамента холерического, а может быть и болезненная, понимаете? Разбираться. Так, здравствуйте. Диагноз Барр. Схема 10. Арипипрозол. 400 ламатриджин. Депрессия не отпускает. Еще хуже с осенью. Не могу встать в кровати. Значит, я вам скажу так. Вообще арипипрозол при биполярной депрессии не используется. Там 4 используются. В Германии 2. В Америке 4. Карипрозин, лорезидон, аланзапин, квитиопин. В Германии 2. Квитиопин, аланзапин. С моей точки зрения, из моего опыта, самый эффективный аланзапин. Но, если вы дама, проблема. Там надо либо маленькую дозу, там 2,5, максимум 5. Там вес, вес. Ужасный вес. Для дам это табу. Понимаете? Хотя вот я тоже не понимаю этого. Понимаете? Если человек страдает биполярной депрессией, не может встать с кровати, и вообще полная неактивность, так должен плевать на препаратам и на вес. Потому что самое основное, что мешает и нарушает жизни, это все-таки депрессия. Нет. Нет. Вот вес, он оказывается более приоритетный, чем сама депрессия. Так вот, я вам советую. Алипепрозил не дает такого веса. Эквитиопин, скажем так, и жор, главное, жор, понимаете, вот. И так далее. Значит, аланзапин самый эффективный. С моей точки зрения, мой опыт показывает, самый эффективный. Вот вам бы сейчас 10 миллиграмм. Но я опять повторяю. Если вы дама, вы не согласитесь на него. Тогда карипрозин, полтора-три миллиграмма, лоразидон, 20-40 миллиграмм, или квитиопин, 150-300 миллиграмм. Замените. Алипепрозол, вот, при мании, алипепрозол бы работал. А при депрессии, биполярной депрессии, алипепрозол не используется. Он не работает. Так, Анна Малышева. У меня сегодня четвертый день приема ломаториджин. По 25. Сыпь чешется. Конечно, конечно. Нет, ну, я вам скажу. Самое главное, сыпь. Сыпь, зудящая сыпь, 25 миллиграмм. Не годится. Не годится. Ну, а, как Паркинсон говорит. А вот это все сжималось, это, я не знаю, это может быть реакция. Не на отмену. Реакция психогенная на то, что вы, может быть, надеялись, надеялись, что ломаториджин мне поможет, а то вдруг четвертый день, и вдруг сыпь, еще и зудит, а вы испуганы. Кроме того, во-первых, все, понимаем, разочарование, все, я должна отменять его. Это первый вариант. Предполагаемый или предположительный. Второй вариант. А может быть что-то серьезное, а вдруг я умру, понимаете? Я думаю, что на это вам не надо обращать внимания. Вот на то, что сыпь, это важно. Значит, ломаториджин прекратить и заменить его другим. Скажем так, попробуйте кепру. От 500 до 1000 миллиграмм. Подберете, посмотрите. Ну, с врачом, естественно, проконсультируйтесь. Так, Андрей Андреев приветствует. Да, Олеся, доктор, как вы перенесли переезд в другую страну в зрелом возрасте? А, как, ехал? Вы что? Мы же не знали, знаете, когда не знаешь, так думаешь, боже мой, ты приедешь как победитель, да? Знаете, сколько людей? И в царское время приезжали в Петербург, завоевывать Петербург. И заболевали чахоткой, и вообще, а сейчас Москву завоюем, да? Москву или Киев завоюем, и все. Понимаете? Это типично для человека. Вот ехал я в таком, завоюю. А когда я столкнулся, вы знаете, я вот уже где-то приводил такой пример. Причем мы-то ехали по льготным условиям. Понимаете? Никто нас не заставлял там иди сразу же работать. Все на готово. Вот. И я понял, насколько я, мои эти вот ожидания отличались от реальности. Я понял. Тем более тревожно и лично. И вот я вспоминаю. Нас поселили там вот эту кучу таких, как я, значит, небольшой городок. Ну и так называемый готель Швейцергоф. Звучит, да? Швейцарский двор. На самом деле такая, знаете, это вот дом приезжих, да? Или постоялый двор такой. Вот. Но дело не в этом. Там кормили и так далее, и так далее. И вот я помню, у меня настолько, я понял, что насколько мои мечты или мои представления о том, как все это будет, как я завоюю Германию, да? Вот. Оказались ошибочны. Ну, а народ спокойный там, понимаете? Там внизу, значит, мы жили на втором этаже, а на первом этаже была такая комната отдыха там, и там телевизор. И вот я помню публика. Молодые, немолодые, ну, такие или спокойные, или просто глуповатые, не понимая, а в чем дело. Вот ходят телевизор, сможет. Вы знаете, а я как, вот, вот, как бука. Как бука. Даже и супруга не выходила туда из-за меня. Понимаете? Я был убит. Я вам честно скажу. Вот первое время я был убит. Я понял, что это, конечно, серьезная вещь была, и так далее. Ну, естественно, она была немножко, реакция, конечно, преувеличена. Вот. Но постепенно, постепенно, понимаете? А самое главное еще, языка не знаешь, не знаешь, где жить. Я был недоволен, что в этот городишко у меня были совсем другие планы. На крупный город. И ничего не получалось. А там еще, вы знаете, ерунда появилась. Значит, вот кто первый из этого отеля, швейцергов, швейцарский двор, выйдет и снимет квартиру? Сложно было, понимаете? Вот. Ну, вот это такое, вот, примитивизм был. Ну, вот он играл роль. И вот тот, кто выехал, удалось по каким-то, значит, с каким-то способом быть. А он уже был, конкурентно не спал, ты уже с ним не мог, он уже, он уже выше тебя. И, понимаете, вот это все мелочи такие, и так далее, и так далее. Это мелочь была. А сейчас бы я наоборот. Я бы там бы и остался. В этом швейцаре. Ну, почему? Там все готово. Там все готово. Там ты ничего, ты можешь топить, так топить, что понимаешь, что еще и ни копейки платить не будешь. Будет платить тот, кто должен платить. И можешь, значит, душ горячий пустить, и хоть, значит, по 3-4 часа в сутки. А тогда все стремились, о, давай, давай, давай свою квартиру. И вот вы просто, это тоже, ну, скажем так, отравляло кто-то, удалось, а ты тут живешь. Когда уже свою квартиру, ты должен экономить. Вот мне в этом году пришла доплата, вот недавно, 700, значит, 750 евро. И должен доплатить дополнительно за то, что, скажем, там, там, отопление, там, значит, там, лифт и всякую ерунду. То есть, каждый месяц платим, да еще вот каждый год, значит, в конце года пересчет идет, понимаете? А там ты мог на миллионы, на это вот горячей воды и отопление, и ты не платишь, понимаете? Вот эта ошибка ты не знал, вот, но тогда оно тоже отравляло жизнь. Но постепенно, постепенно, понимаете, это и называется адаптация. Адаптация. Ну, кто, может быть, не так глубоко? Ну, вот тот глубоко смотрел или и не задумывался, или у кого не было планов амбициозных, а тот, может быть, вот и ходил, и телевизор смотрел, но я не знаю. Сложно, вот мне было сложно, очень сложно. Еще вторые очки одеваю, вот так отвечу вам. Так. Аскорбиновая кислота, это, да, витамин С. Вот, вот такая ерунда, рак легкий. А этот нобелевский лауреат предлагал лечить чуть ли там, я не знаю, там, граммами, да, большую, помните, я забыл его фамилию, грипп, да, лечить огромными количествами. Нельзя. Потому что и панкреатит может быть, но что брак легких от витамина С, не знаю, не знаю. Ну, вот, вот такая, вот такое прочел. Вы понимаете, первая мысль фейк или полуфейк. Не знаю, не знаю. Никогда раньше такого не читал, вот-вот появилось. Так, ладно. Здравствуйте, доктор. Хочется попасть к вам на платную консультацию. Я стал расписывать блокнот и вспоминать ключевые события и жизни, которые повлияли на меня в ассоциальной птичке. Ну, тогда решайте, решайте. Платный, не платный. Как, как? Как душа ваша пожелает? Так, натяньте, витамин Д3 рекомендует принимать совместно с витамином К2. Витамин К2 не дает оседать кальций на стенках сосудов. Еще К2. А К2? На что влияет, а? Если у вас К2 нормальное содержание, зачем же его принимать? Значит, надо дозу соответствующую подобрать. Так вот, я вам опять повторяю, 2000. Вот последняя работа считается, что вот оно и ни камней не будет, ни кальция не будет. Мы сами с супругой пришли 1500 и не собираюсь на 2000, потому что принимаем уже долго. Я вообще, наверное, лет 5-6. Супруга, может быть, года 2-3 считала, что она здоровая, за черта ей, в чем она выходила. Вот, а теперь оказалось, что нездоровая и так далее, и так далее. Понимаете? Вот это лишнее, принимать это, чтобы, значит, еще другое, чтобы не было этого. То есть, так может быть, лучше дозу подобрать такую, которая не даст образованию камней в почках и, значит, так сказать, кальцинированию сосудов. Так, Тимофей Валентинов. Доктор, видел, как один психиатр очень сильно рекомендует к употреблению всем никотиновую кислоту. Правда, на них? Ну, я не знаю. Психиатр рекомендовал никотиновую кислоту. Может быть, ему фирма, которая, может быть, она ему сказала, давай рекламируй, да, и получишь процент. Не знаю. Никотиновую кислоту тоже, тоже. Это витамин ПП. Если он у тебя нормально, надо сделать анализ крови на содержание витамина ПП, да. Вот, если он нормальный, зачем его принимать? Ну, вот так, понимаете. Вот вам и всё. Надо быть очень осторожным. Потому что хочется как можно подробнее всё рассказать и чтобы диагноз получить максимально точно. Но боюсь, что в три часа не ловится. Скажите, я излишне беспокоюсь и всё проняну. Да вы тревожные, я вижу. Три часа должно всё уложиться. За, конечно, за полчаса тоже можно укладываться. Но что это будет за укладка, да? Кастрированная по всем этих вот. Ну, в общем, думайте сами. Смотрите. Поверьте мне, что кроме меня, там, в рамках проекта или не рамках проекта, никто с вами три часа разговаривать не будет. Понимаете? Это моё, я вам голову на отсечение дам. Поэтому лучше три часа, чем полтора или там час. В общем, решайте сами. Так. Так, доктор, сейчас очень популярно употребление, ну, боже мой, я уже говорил. Вот сегодня я консультировал одного пациента. Чего он только, понимаете, вот там есть 15 в МКБ-10, 15 зависимости. Так вы знаете, сколько я у него нашёл? 12. У него только трёх. У него кокаин, и то один раз он пробовал кокаин, но он дорогой. Если считать, что вот это единожное, значит, употребление кокаина, тоже, значит, у него только двух не было испытано. Всё остальное он пробовал, и причём под длительное время не пробовал. Вот так и в том числе и грибки, мухоморы, и там он говорил даже не мухомор, а какой-то псилоцибин. Хрен его знает, что из-за гриб. Вот вам и ответ. А теперь, значит, работать не может, ни черта не может, возраст. И сегодня беседа была, значит, поставлена, как ему сходить. Почему? Потому что если он не прекратит это дело и не будет лечить свою депрессию, как её полагается, надо было в 15 лет начать. Прошло 14 лет, все 14 лет после 15, он употреблял и продолжает, чего он только не употреблял. Значит, только не было эфира и не было бензина. Вот этого не было. Ну, и этого вот, да, кокаина, ну, дорогой кокаин, да вы что. И ещё чего не было, опиоид, а всё остальное было, всё, абсолютно всё было. И галлюциногены, и чего только не было. Вот так вот. Так что, вот вам и ответ. Кстати, вот что он мне сказал, этот пациент, что, и вообще я читал, что галлюциногены, они меняют восприятие, а не о тревоге или улучшению сна. Он говорит, как в сказке было. Я ему сказал, знаешь что, вот я бы, может быть, попробовал бы. Если бы я принял бы, например, ну, я ему сказал, так, в шутку. Если бы я принял немножко мухомора, да, и увидел бы, значит, кучу, как в гареме, да, вот, у султана, штук 200 дам обнажённых, вот, явно, может быть, и попробовал бы раз. Понимаете? А чтобы просто, как он говорил, стена в атаке идёт, там, всё как-то колышется, нахрен его, это, вы его употребляли, этот мухомор. А побыть в гареме, ну, так это же хорошо. В султанском, да? Ну, ладно. Против. Правда, у меня не так много информации по родственникам, особенно по папиной линии. Узнать уже нет, к сожалению. Ну, не ладно, что-то, смотрю ваши раборы уже месяц, целыми днями. Спасибо за то, что вы есть. Пожалуйста, что вы есть. Я ещё раз повторяю, сегодня Йом-Кипур. Судный день. Да после Еврейского Нового Года, пять тысяч, я уже забыл, какой. Вот, идёт Йом-Кипур. Судный день. Сегодня, Господь Бог решает, книга судеб. Кому продлить жизнь ещё на год, а кому нет уже, и вообще, как там будет дальше. Кстати, Йом-Кипур, сегодня решается судьба Трампа или Камалы Харрис. Вот сегодня он и решится. И никто не знает, как оно решится. А оно уже решается там. Ну, это я так, конечно, говорю. Ладно. Какое ваше мнение о таких СИОС, как циталопрам, флоксетин и феварин? Циталопрам. Лучше я с циталопрам принимать. Флоксетин старый, но есть преимущество. В плане поддерживающая терапию он может приниматься даже один раз в неделю. Поддерживающая феварин никаких вообще не использует. Доктор, может ли... А, кстати, в России вот его что-то любят, этот феварин. Не знаю. А вы знаете почему? Наверное, он дешёвый, его нормально... Это вот спихивают сюда. А там никто его не назначает на Западе, где производят. А вот там, где, скажем так, его покупают, вот там... Поэтому почему-то его много, этого феварина. И ещё, скажем, оригинальный препарат, феварин, на самом деле флоксамин, это действующее существо... Вот я предполагаю. Никак. Вот этот никак. Циталопрам ещё, ладно, это, скажем так, первый... Это, скажем так, отец эсциталопрама. Отец. Это более грубая форма, более такая грязная форма. Эсциталопрам – это очищенная форма. Ещё можно циталопрам, но если есть эсциталопрам, то циталопрам уже лучше и не используют. Это первое. Второе. Флоксетин, я же говорю, это, скажем так, во-первых, он не даёт аппетита. Вот. То, кто не хочет поправиться, вот, значит, флоксетин, скажем так, имеет своё преимущество. Об этом она. Второе – поддерживающая доза. Вот, скажем так, поддерживающая терапия максимум может даже один раз в неделю. Или через день. Или через день, там, скажем так, 10 миллиграмм через день, или через два дня, или один раз в неделю. Ну, теоретически, естественно. Вот это его, скажем так, преимущество. Так, доктор, может ли ОКР и мигрень быть связанными с аутизмом? Не знаю. Понимаете? Скорее всего, вот как. Значит, мигрень связана с депрессией. С бар, депрессией. Сто процентов. А всё зависит от того, что понимать под ОКР. Что такое ОКР вообще? Это американская клава. Это обсессивно-компульсивные расстройства. Вот у меня нож, и я боюсь, что я сейчас этим ножом дам в любимого человека. Или я выхожу на балкон, и у меня сейчас ощущение, что я сейчас вы. Вот это ОКР. Понимаете? А его, значит, любую обсессию почему-то в России называют ОКР. Это неправильно. Это компульсия. Это импульс обсессивный, навязчивый. Вот навязчивый, и сейчас ножом, или сейчас, я помню, одна пациентка давно, лет 20 назад, мне пищут, у нас стоит большая ваза над кроватью. И вот у меня появляется взять этой вазы и мужа по башке стукнуть, понимаете? Вот это вот ОКР. А если человек моет, это же не ОКР. Это обсессия или проверяет, да? Там час закрыл дверь или не закрыл, понимаете? Вот и всё. Поэтому всё зависит от того, как, значит, трактовать вот то, что вы называете ОКР в рамках аутизма. Но всё-таки, вы понимаете, аутизм – это сложное. Там специфика есть, понимаете? Большая-большая специфика. И с ОКР он мало имеет общего. Или с обсессиями. Это разные, совершенно разные. Поэтому не знаю, не знаю, не могу вам сказать. И даже и не думал, и не пытался их связать. Так. Опять заскочило. Нашёл. Александр, доктор, мой психолог сказал, что КПТ помогает немного на время. Нужно просто принимать все тревоги, как просто мысль. Не отражает реальность. Нужно просто принимать тревоги и свои симптомы. Я вам скажу так. Вот я тревожный человек. Я последовал. То есть не этого психолога. Я так и делаю. Я её не лечу. И не у психолога, и так далее. Ну что, вот я принял, она есть. Почему? Потому что, наверное, она не мешает мне жить. И я справляюсь с ней. Если тревога настолько, что она мешает, то никакой психолог не поможет. Там только одно. Там только одно. СИОС. Вот так вам и отвечу. Всё зависит от выраженности. Тот, кто может, таких людей тревожно-мнительных до хрена. Вы себе не представляете. Из них большая часть вообще не обращается. Справляется. Ну, тревожный, беспокойный. Ой, не пей холодной воды. Ой, не ходи. Вот там скользко, упадёшь. Ой, не купайся, утонешь. Ой, когда переходишь улицу, смотри. Ну, вот таких людей. Вы себе представляете? Или шарфик не забудьте одеть. Они справляются. Так что ничего психолог, никакой, как сказать, истины не открыл. А если это тяжёлая тревога, которая мешает человеку жить? А если это фобия, это тоже тревога? Так поверьте мне, что психотерапия не поможет. Она поможет только пересмотреть твоё отношение, значит, на эту тревогу. Но тревогу она не уничтожит. А её надо уничтожить только СИОС. Или, скажем так, препаратами симптоматического действия. Противотревожными, бензодиазепиновыми. Вот. Но там зависимость при бензодиазепинах и так далее. Так. Нужно просто со стороны наблюдать тревогу. Ну, это философ, понимаешь? Психолог-философ, болтун. Слово блуд. Нужно просто со стороны наблюдать тревогу. А жить когда? Что, что, всё время наблюдать за тревогой? А жить? Ну, это же ерунда, это философия. Всё это к чёртовой матери этого философа. К чёртовой матери. Он должен конкретно как-то помочь, а не философ. Это надо принимать, как радио в голове. Просто их принять и не сопротивляться. Наблюдать, как со стороны это же лучше, чем КПТ. Да, Боже мой. Это он говорит, что лучше. Ну, вот идите и лечитесь. Вот сделайте. Это же очень просто. Вот давайте, если вы тревожны, попробуйте. Как будет легко, так? Это первое. И второе. Насколько будет эффективно это? Проверьте. Так, Александр, нужно... Так, это я уже читал. Джордж, расскажите про воздержание. Какое воздержание? Воздержание чего? Еды, секса, импульсов или чего? Сна. Есть люди, которые много спят. Маршал Марсон, чат. Че за дед? Почему вы это советуете? Так, ну что, дорогой Марсель, это не ваш, это дед, поэтому до свидания. Спасибо за присутствие, ну и до свидания. Так, хирург, эротоман, пристает, о, к пациенткам. Так он больной? Конечно. Конечно. Понимаете, он больной. Он больной. Он не понимает, он не контролирует. Во время операции до того, как пациент засыпает от анестезии, он распрашивает больное про их сексуальные пристрастия. Не, но он больной. Он больной. Он больной. Это патология. Это не эротоман. Это сексуально не больной человек. Не знаю, можно ли его вылечить. Не знаю. Не знаю, но вообще-то его давно уже надо было уволить. Давно. И что, пациентки не жалуются? Уволить. Это больной человек. А можно ли его вылечить, не знаю. Весь коллектив сексуально озабочен. Так, ладно. Отеоз не тот, чтобы либидо падает, а чувствительность. Хочется не меньше, чем обычно, но кончить не получается никак. Из личного опыта приема парокситина. Вы тоже не открыли что-то такое. Это давно известно. Может быть, вам хочется не меньше, чем обычно, но кончить не получается. Это два, две стороны одной медали. Одной стороны падает и интерес. А с другой стороны и эякуляция. Оргазм достигается очень тяжело. А почему? Да потому что интереса нет. Кроме всего прочего. Ну, а у вас, видите, интерес есть, а кончить не можете. Так это не так страшно. Это не так страшно. Вам проще. Интерес есть, значит, будете, не будете избегать секса с женой. Ну, а не кончить, как-то уж кончить. Попросите же партнер, что она поможет. Так, всем привет, всех люблю. Хорошо, спасибо. Так, Никита Романов. Да, нужно не сопротивляться своим тревогам и симптомам. Ничего не контролируй. Будет лучше, чем... Так КПТ вообще она ни черта не даст. Она ни черта не даст. Вот. А что такое не сопротивляться? У меня другой момент. Тревога вызывается всегда причиной. Вот я устраняю причину, и тревога уходит. Вот вам и все. Вот сегодня я уже все. Я уже заплатил эти 750 евро. Все. И выбросил из головы. А так оно как дырка в голове. Надо, 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 надо. Вот заплатил, все. А сейчас еще другие. Вот надо прививки делать. С супругой сложно. Она же не выходит. Значит, надо где-то найти, значит, принять от, скажем так, от этого, сенсиальный, скажем так, респираторный сенсиальный вирус. На то, что ОРВИ называется, делают. Потом надо принять от ковида. Ковид есть. Новые уже идут штаммы. Ну, такой. По крайней мере, нам надо. И от гриппа. Вот у меня оно вот и вызывает. То есть, я же не сижу и не думаю, но оно в голове. Вот как-то надо решить. Потому что мне проще. Я сам бы поехал бы и мне сделал. А мне надо еще и о супруге позаботиться. Чтобы кто-то приехал сюда. А не каждый хочет приезжать сюда. Даже если и платит. Вот и все. Вот как решается. А так это что это? Не обращать внимания и все, да? А если тревога такая, что зашкаливает, так что? Тоже будете как радио принимать? Ладно, ребята. Я уже ответил на этот вопрос. И то же самое я и Никите Романову предлагаю. А КПТ? Это глупо. КПТ не помогает абсолютно. КПТ как может помочь? Ну, скажем так. Вот приступальники. Человек думает, что у него, что он умрет от инфаркта или потеряет сознание или с ума сойдет. Значит, КПТ ему, даже не КПТ, а КТ. КТ. Только не, скажем, не компьютерная томография, а, скажем так, когнитивная терапия. Ему объясняют, что ничего страшного. Сердце здоровое. Мозги здоровые. И в каком плане инсульта не будет. Сознание не потеряешь. Контроль не потеряешь. С ума не сойдешь. И человек уже понимает, что это такое. И все. Вот что делает КПТ. Но приступы как были, так и остались. Чем можно убрать эти приступы? Одним из СИОС. Вот вам и все. Вот. Что? Даже не КПТ, а именно когнитивное. Ты человеку объясняешь. Он не знает. Он, значит, боится, что вот он с ума сходишь. Он вообще сумасшедший. А ты ему говоришь, нет, ты не сумасшедший. А почему это? Да потому, что вот в результате там папа или мама или еще чего-то у тебя происходит выброс, объясняет ему этот терапевт. И поэтому у тебя сердце стучит, поэтому ты дрожишь, и поэтому у тебя дереализация через часик, когда приступ уходит, и все. И он уже спокойный. Но приступы как были, так и остаются. Так, доктор, какую максимальную дозировку? Так, секунду. Можно, доктор, можно ли 300 мг вилоксина добавить немного паксила для успокоения, если помогает? Конечно, имеется смытое, это целесообразная комбинация. Если на 300 мг вилоксина тревога немножко, так сказать, такая зашкаливает или сильна, конечно, для снятия ее добавляешь. Почему? Потому что 300 мг, там уже эффект другой. Там уже не настолько серотониновый или серотонергический, как нородренергический. Поэтому для того, чтобы и нородренергический, он активирует, он его апатию убирает, там еще и дофаминовый добавляется при больших дозах. Вот, как это оживляет, активирует, но одновременно, скажем так, уже мало влияет на серотонин. Поэтому для того, чтобы снять тревогу или воздействовать на серотонин, добавляется чистый СИОС. Вот так вот. Доктор, какую максимальную дозировку вы видели и слышали? Как какую? Официальные 200 мг. У меня была пациентка, принимала 300 мг, помогала ей. Ну, я вообще его сертралин редко использую. Но максимальная официальная по инструкции 200 мг. Доктор, вы видели? О, Артур. А, это Артур. Ну, сейчас пойдет куча вопросов. Так. Какая максимальная сертралин при навязчивых? Ну, я говорю. Вот у меня была дама, она принимала 300 мг. Больше у меня личного опыта нет. Эсцеталопрам был. Кстати, и при навязчивых, конечно, лучше все-таки парокситин или эсцеталопрам. А дальше максимальная доза подбирается. Это врач должен наблюдать, он должен рекомендовать и так далее, и так далее, и тому подобное. Понимаете? Нет, нет каких-то конкретных установленных, зафиксированных максимальных доз. Кто-то может и 400 вынести и выдержать, и все будет нормально. А кто-то и 100 не выдержит, будет плохо. Понимаете? Это в каждом конкретном случае. Вопрос неправильно сформулирован. Вопрос должен был так. Можно ли? Отвечу – да. При каких заболеваниях? В основном при обсессиях. Но при обсессиях лучше не использовать сертралин. Все-таки предпочитили либо парокситин, либо, скажем, эсцеталопрам. Но тоже в максимальной или выше максимальной дозы. Так, Анна Малышевна, мне тяжело в Германии. Я в гипомании ничего не успеваю сделать. Я только в ней живу. А в депрессии уже ничего не надо. Все медленно. Бюрократия. Вы знаете, а мне нравится, вот, Германия, порядок, бюрократия. Вот нравится. Понимаете, бюрократия, она имеет и свой смысл. И с ней надо бороться. Тут терпение надо быть, логика, обоснование. Понимаете ли? Того, чтобы побороть бюрократии, нужно обоснование. А немцы дают. И Хертефеле. То есть, исключительные случаи. Так что, надо просто быть осведомленней. А что, вот так как, если вы живете в Германии, наверное, вы с Украины, да? Как беженка. Вот, не знаю. Лучше в Германии. Вот я бы уже не смог бы. Ни в России, ни в Украине, ни в Молдавии, ни в Грузии. Понимаете, там все-таки менталитет не тут. Лучше пусть будет бюрократия. Но порядок. Да. Доктор, вы видели в своей жизни серотониновые синдромы? Могут ли СИОС максимально едва вызывать данные? Вы понимаете, я вам скажу так. Почти что не видел. Постфактум мне сообщали, что кто-то выставил серотониновый синдром. Это первое. Второе. Чем больше дефицит серотонина синаптический, тем меньше вероятность получения серотонинового синдрома. Поэтому при обсессиях, а при обсессиях, я считаю, там колоссальнейший дефицит серотонина. Там и используются большие дозы. И они, в общем-то, не склонны вызывать серотониновый синдром. Но лично я, лично, не встречал. Постфактум, да, пациентами, это очень редко. Очень редко. Очень редко. Там вы бы 2-3 случая сообщали, что вот мне поставили серотониновый синдром. А был ли это серотониновый или нет? Причем, что интересно, что вот серотониновый синдром чаще возникает в начале лечения, и, кстати, на небольших дозах, на минимальных. При больших дозах там, скорее, СИОС, индуцированная апатия возникает. Ну, опять и опять повторяю, это все индивидуально, и в каждом конкретном случае решается. И дозы выше, скажем так, максимальных, да, это ответственность. Виаж берет ответственность, а взяв ответственность, он должен и обязательство взять, наблюдать, открыть доступ пациенту к себе в любой момент. Почему? Потому что все-таки, теоретически, если доза выше максимальной, там теоретически существует риск возникновения серотонинового интоксикации. Вот так вот. И поэтому я не рекомендую пациентам самостоятельно использовать дозы выше, скажем так, максимально установленных. Без включения зеленого света врачом. Так. Ну, Анна Малышева, я вам ответил. Ну, понятно, скорее всего, в депрессии вы же сами понимаете. Там вообще сложно все, а тут еще бюрократия. Так, рекуррентная депрессия – это разновидность бар. Как вообще отличать? Иногда настроение хорошее, а так самообороны. Вы знаете, я считаю, да. Мое личное мнение – да. Я считаю, что F33 – это подвид или разновидность бар. Но официально так не считается. Можно ли принимать цепролекс 10-15 миллиграмм чередуя? Конечно, можно. Конечно, можно. День 10, день 15 – запросто. Правильно. Совершенно верно. Удобнее день 10, день 15, чем делить на 12 с половиной. Я так и использую. Можно. Все. Паша Федулив. Здравия, доктор. Тут из-за меня целая баталия. Чуть ли не мордобой. Почему? В общем, стравил психиатров один высокий чин медицинский. Мнения разошлись, и тут началось. Что началось? Поделитесь. Здравия. Тут из-за меня целая баталия. Один высокий чин. Пока непонятно. Так. Фролик. Доктор, здравствуйте. Сколько стоит выгодаться? Зайдите на страницу. Там есть. И в Ютубе, и все. Ну, что я буду тут озвучивать? Так. Марина Леонида Юмна. Кому продлить жизнь или нет? Тогда вопросы к Богу. Кому продлить? Кому записать? Вот книга, книга. Там книга жизни. Так вот, надо записаться. Сегодня, завтра. Запишет. Другой вопрос. Доктор, вы вообще когда-нибудь видели полное излечение тяжелого ЭКС? Навряд ли оно возможно. Не видел. А как я могу видеть? Это надо наблюдать человека. А так человек вылез и исчез. Понимаете? Проблема в общем. Что пациенты исчезают. Они могут чем через 10 лет. Вот часто даже в амбулатории виртуальной. Проходит доктор. Я в ВОЗ лечился 15 лет, 10 лет. И через 10-15 лет обращается. Значит, уже. А кто-то не обращается. Но это не значит, что он не переносит. Что он не переносит очередной рецидив. Он ко мне просто не обращается. А может быть, кому-то другому обратился. Понимаете? Тут вот еще проблема. Это надо наблюдать за пациентом. Длительно. Годами, 10 лет. Тогда можно дать ответ. Ваш пример вселил надежду состояться как человек. Я обрел специнтерес в психиатрии и продолжить ваше дело. Я обрел специнтерес, как виднее смотрю ваши записи. Говорят, что я с ума сошел, а я счастлив. Ну, так это уже замечательно. Раз вы счастливы. Алекс Ван Тришкин. Голландец, да? Так. Отлично. Самое главное, чтобы человек был счастлив. А как он счастлив? Чего он счастлив? Это не имеет значения. Ну, не знаю. А что значит? Состояться как человек. Я обрел. Я не знаю, что. Почему? Почему вас называют вот, что, вот говорят, что я с ума сошел? Кто это говорит? И почему? Вот это надо было бы сообщить. То, что каждый день смотрите. Ну, так интерес есть, поэтому и смотрят. Смотрят же Невзорова, смотрят Швейца, смотрят Гордона, смотрят каждый. Там, Яковенко и так далее, и так далее. И того, и в России кого-то там смотрят. Соловьева каждый день. Понимаете? Так что, они все с ума сошли? Докер, пожалуйста. Какие СИОСы реже вызывают СИОС-инцер? Да вы знаете, они все могут. Понимаете? Дело в том, что СИОС... Что СИОС, у них же один и тот же механизм. Там, плюс-минус. Дозы разные. Селективность разная. Значит, такое селективность. Самый селективный, это эстетолопрам. Самый неселективный, это по дозе, если исходить из дозы, это феварет. Пловоксамин. Понимаете? Вот так. Поэтому, в принципе, каждый может теоретически вызвать. Каждый. Но там механизм. Я считаю, что это либо большие дозы, либо длительный прием, и уже избыток серотонина идет. Поэтому апатия появляется. Понимаете, когда много серотонина, апатия. Там нужно туда уже либо уменьшать дозу СИОС, либо добавлять немножко антагониз. СИОС и Н, или там адреналин, либо пропион, вот, с дофамином. Тогда будет, скажем так, равновесие соблюдено. Может ли парокситин значительно повышать пролактин? Нет, значительно нет. В основном пролактин значительно повышает антипсихотики. Особенно старые, типичные. Атипичные реже. Но тоже иногда повышают. Да, ланзопин теоретически может. Может. И повышает иногда. Но это атипичные. Поэтому не в такой степени, как тип. Вот это же вам не галоперидол, и не тезерцин, и не аминозин, и не трифтозин. И так далее, и так далее. Паша Федулю. Навыставляли мне диагнозы разные. Один направил на лечение психофармой, только и не иначе. Другой сказал, можно обойтись немедикаментозно, психотерапией. Психокоррекция немедикаментозно. Ну и что? А какой диагноз вам выставить? Значит, я могу так, исходя из того, что вы сказали. Психофарма эндогенная. Без медикаментов, значит, психопатия, нарушение поведения. Или еще что-то. Вот так вот. Ну хорошо, ребята. Все коротенький. Я обещал коротенький. Уже 22 часа. Вот. Спасибо. Спасибо. До следующих встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.